В Карелии подтверждено 38 новых случаев коронавируса. Всего на сегодняшний день в республике 869 человек с подтвержденным диагнозом COVID-19. Как обычно, большинство новых заболевших 18 человек в Петрозаводске. В Музерском и Суаярском районах выявлено два семейных очага заражения. Это еще 7 человек. В Беломорске 5 новых случаев, в Сегеже 2, в Петкеранте 1 человек. По одному заболевшему в поселке Пуйколо Сартовальского района и в селе Янишполе Кондопожского района. Также коронавирус подтвержден еще у двух рабочих со стройплощадки Белопорожской ГЭС и у одного рабочего компании ВАД. А выздоровел за последние сутки в республике 21 человек. В рамках федеральной целевой программы развития республики на период до 2020 года в Петрозаводске строятся два объекта здравоохранения. В больнице скорой медицинской помощи ведется реконструкция здания стационара пристройки приемного отделения. Здесь будут оказывать помощь пациентам, нуждающимся в экстренной лечебно-диагностической помощи. В здании разместятся перевязочный кабинет, гипсовая, а также кабинет эндоскопии и экстренная рентгеноперационная. Предусмотрен и прием пациентов с подозрением на инфекционные заболевания, а также их безопасная госпитализация. Эта зона обрабатывается, он уходит туда, вот эта дверь, и там будет инфекционный бокс. Выход его уже сюда, он обратно не возвращается. Там есть дверь на выход, на улицу, в инфекционную больницу. На объекте уже завершаются внутренние работы и ведется благоустройство территории. Общий объем предусмотренных для этого объекта средств составляет более 185 миллионов рублей. 63 миллиона из этой суммы направят на приобретение медицинской техники. Также в рамках федеральной целевой программы идет реконструкция терапевтического корпуса республиканской больницы имени Баранова с надстройкой, над приемным отделением сосудистого центра. В дополнительных помещениях разместится ангиографическое отделение с полноценной операционной и высокотехнологичным оборудованием. Это будет первая такая операционная республика Карелия. И заболевания, которые здесь занимаются именно в этом пристрое, это заболевания болезней системы кровообращения, также патология сосудов головного мозга и также патология сосудов нижнеконечества. Это самое основное, продлевает жизнь человека и улучшает качество. Глава Карелии Артур Парфенчиков оценил ход работы и отметил, что условия работы служб БСМП необходимо привести в соответствие с современными требованиями и предложил направить в эту сферу часть бюджетных средств, сэкономленных на праздничных мероприятиях в честь юбилея республики.